9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Накануне традиционно антикоррупционная служба страны подводит итоги за год. Они говорили на шестой онлайн-конференции с участием отечественных и международных экспертов. На связи с Республиканским центром «Все регионы» за активный вклад в борьбу со взяточничеством более 20 евроказахстанцев получили благодарственные письма от областного департамента по борьбе с коррупцией. Подробности Оли Шера Ашимова. Онлайн-формат проведения форума нисколько не повлиял на эффективность встречи на дистанционной связи представителей международных организаций, антикоррупционных ведомств, неправительственных организаций и госструктур. Открыл работу конференции председатель агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпикбаев. Всех участников он поздравил с предстоящим Международным днем борьбы с коррупцией и подвел итоги за 2020 год. Мы определили простой и понятный принцип предотвращения коррупции. Добиваемся хороших результатов во всех сферах за счет масштабной мобилизации общества. За этот год нами проделана большая работа. Сотрудники региональных департаментов проводили разъяснительную работу с представителями госструктур, рейды, встречи с населением. Плодотворным 2020-й стал и для регионального департамента. Все инициативы дали хороший результат. Я считаю, что этот год для Казахстана и вообще в целом для уполномоченного органа в сфере противодействия коррупции задался. Он принес нам такие серьезные, значительные изменения как на законодательном уровне, так и в целом по усилению общественного контроля и реализации других установок ЛВС, главы государства и руководства региона соответственно. Как на региональном уровне, так и на республиканском уровне эти изменения очевидны. Это касается очень многих таких социально чувствительных сфер, которые связаны с жизнедеятельностью наших граждан. Предотвращение коррупции в стране долг каждого гражданина. Сегодня в этом принимают активное участие различные госструктуры, образовательные учреждения и общественность. Их труды отметили по достоинству. Награды от региональной антикоррупционной службы вручили группе североказахстанцев. Благодарственное письмо получила активистка информационно-пропагандистская группы при департаменте Гафура Бустекова. Вместе со своими коллегами она посетила ряд объектов, где, по ее словам, присутствовал риск коррупционных нарушений. Мы проводили встречи и индивидуального характера по разъяснению данных правонарушений, коррупционных правонарушений, потому что организации, те, которые мы посещали, полностью проводили разъяснительную работу по данному вопросу. Немаловажная роль в борьбе с коррупцией отведена из СМИ. Журналисты проделали огромную работу по своевременному информированию населения. Наш МТРК, телеканал наш, он поддерживает интеграционную политику и активно принимает участие в этой работе. У нас выходят и информационные программы, и новостные сюжеты выпускаем, освещаем все мероприятия, которые в рамках этой политики проводятся в регионе. Всего на церемонии награждения благодарственными письмами и статуэтками отметили более 20 человек. Это врачи, представители СМИ, госслужащие и депутаты. Алишер Ашимов, Жуцбекер Муканов, Новости МТРК.